Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Мы продолжаем наш еженедельный проект «Камчатка. День за днём». В роликах этого проекта мы один раз в неделю знакомимся с тем, как жил полуостров в эти дни, в разные годы века минувшего, знакомимся по материалам старых газет. И, Боже, вас сохрани! Не читайте до обеда советские газеты. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Сегодняшний выпуск «Камчатка. День за днём» посвящен временному отрезку с 25 февраля по 3 марта в различные годы века минувшего. Приступим к нашим увлекательным чтениям. «Камчатская правда». Камчатская правда. 25-й день февраля, 76-й год прошлого века. Заметка. «Амто-Москва. Амто-Съезд». Палану вызывали, спросила телефонистка. «Да, говорите». «Так состоялся этот разговор как раз в тот момент, когда в деревянных юртах центра Карягского национального округа Палане на голубых экранах телевизоров зазвучали позывные интервидения. Позывные Москвы». Далее цитируется. «Учитель Паланской средней школы-интерната Нутылхуд. «Сегодняшний день радостный для нас особенно. Этому дню приготовили трудовые подарки все жители округа. И оленеводы, и рыбаки, и охотники, и мы, учителя. И северяне, в свою очередь, получили от государства замечательный подарок. Впервые паланцы увидели открытие съезда партии на экранах телевизора. Вот уже год, как мы стали телезрителями», – пишет учительница Нутылхуд. «В коррекский язык практически вошли слова «орбита», «телевизор». Но как вольнующи были эти минуты, когда мы словно вошли с делегатами во дворец съездов. 14 тысяч километров разделяет Москву и Палану, но мы это не почувствовали. Амто-Москва, амто-съезд. Напомню, речь шла о 25-м съезде Коммунистической партии Советского Союза. Если кто помнит такую преступную большевистскую организацию, над которой, увы, не состоялся новый Нюрнбергский процесс. Это совсем не то, что нехорошо, это вообще идиотизм, я считаю, в 21 веке. День следующий. 26 февраля. Год 1917. Газета «Камчатский листок». Маленькая заметка без названия. За последние дни, вследствие оттепели, наши тротуары превратились в сплошной каток. Неужели нельзя? Домовладельцев большой улицы обязать скалывать лед и посыпать золой, чтобы не расшибали нас и дети. Кстати, не мешает сделать то же самое и домовладельцам верхних улиц, так как со второй и третьей улиц, без того, чтобы не сломать себе шею, спуститься нельзя. Не правда ли? Очень актуально и в наши дни. Когда по городу трудно передвигаться без шипов на подошвах или без острой палочки. Тот же 26 день февраля, только уже год 1991. Газета «Вести». Заметка Владимира Лима дешева и сердито. 23 февраля флот колхоза имени Ленина снялся с промысловоход в Скайморе и вернулся в порт. Эта акция протеста была спровоцирована медлительностью работы планово-экономического отдела колхоза. Требования рыбаков. Созыв собрания уполномоченных и повышение расценок на рыбу на 13%. На митинге, который состоялся вчера, то есть 25 февраля 1991 года, в Сероглазке, рыбаки эти требования подтвердили. Некоторые из выступающих выражали недоверие председателю колхоза, народному депутату СССР Владимиру Сватковскому. Ну, полностью вы можете прочитать заметку, поставив ролик на паузу, отмотав немного назад. Продолжаем наше чтение. 27 февраля 1957 года, газета «Камчатская правда». Открытое письмо пастухово-линиеводов бригады номер один, колхоза имени 20-го портсъезда Быстринского района, председателю обл. рыболов по тревсоюзу товарищу Яровикову и председателю Быстринского рыбкопа товарищу Еременко. Мы, пастухи-оленеводы, решили обратиться с претензиями к вам, товарищи Яровиков и Еременко. Нас волнует вопрос, когда, наконец, торговые работники прислушиваются к запросам оленеводов. По-прежнему пастухи вынуждены покидать стадо и ездить за продуктами в Эсса и Анавгай. Кстати, о продуктах, пишут оленеводы. Наш рыбкоп отпускает пастухам плохо просушенные, недоброкачественные сухари. Так, в январе мы получили два с половиной мешка сухарей, из которых 30-40% оказались испорченными. Далее оленеводы жалуются. В магазинах нашего рыбкопа нельзя приобрести охотничьих топориков, ножовок и других инструментов. Товарищ Яременко отвечает нам, что их в рыбкоп не завозят. Может быть, вы, товарищ Яровиков, ответите, почему эти инструменты, крайне необходимые для пастуха, не поступают в торговую сеть? Торговые работники умудрились превратить в проблему простой наперсток. Правда, в магазине села Эсса наперстки есть, но все они не имеют дна. Нам нужны наперстки не для вышивания, а для пошива кухлянок, торбозов, малахаев. Не завозят к нам почему-то ни суровых ниток, ни иголок для пошива кожи. И на этой же странице, в этом же номере Камчатской правды, короткий сигнал. Много раз жители поселка Индустриального предлагали организовать торговлю керосином. Руководители рыбкопа только обещают удовлетворить эту просьбу. В поселке так и нет керосиновой лавки. Поселок Индустриальный – это нынешний район Рассвета. Юг Петропавловска, но тогда еще он был отдельным населенным пунктом. 28 февраля. Год 1923. Газета «Полярная звезда». Под отдел городского хозяйства доводит до всеобщего сведения, что согласно акту комиссии из граждан Петропавловска устанавливается следующее наименование улиц города Петропавловска. Большая, первая улица, получает название Ленинская, вторая – Таможенная, третья – Партизанская, четвертая – Нагорная, набережная остается набережной, озерная – Казначейская, становится Никольской, Судейский городок становится Красной улицей. Площадь Братская стала Площадью Свободы, Площадь Церковная стала Площадью Советской. Не, фу, это не надо. Это вот эта гомосячья уже коннотация. Переулок возле Личкуна стал Озерным, Базарный переулок – Охотским, Переулок возле Огородникова – Рябиковским, Переулок возле Калмакова – Пожарным, Переулок возле Бакулова – Крутым, Переулок Больничный так и остался Больничным, Казенный переулок стал Губернским, Церковный переулок стал Беренговским. Центральный переулок получил имя Лаперуза, Первая поперечная улица стала Завойкинской, Вторая поперечная – Камчатской, Третья поперечная – Командорской. Далее и вновь разбиваемая улицы за Култучным озером, Озерная, Тегильская, Авачинская, Переулки Гижигинский, Чукотской, Корякской, Ключевской и Кладбищинской. Подписали информацию заведовающий под отделом городского хозяйства Святой и гортехник Цапов. А мы вновь вернемся к нашим еженедельным чтениям газет. В этом году, в феврале нету 29-го дня, последний день високосного февраля 44-го года прошлого века, писала газета «Камчатская правда». Из выступления инспектора по детским учреждениям АКО товарища Милютиной. Называется «Женский труд в производство». Большую роль в выполнении плана Путины будет играть участие женщин в рыбной промышленности. Но женский труд имеет свои особенности. Для того, чтобы его правильно использовать, необходимо наладить массово политическую работу среди женщин и создать соответствующие условия для их детей. Этим в пути до 43-го года мы похвастаться не могли, пишет инспектор Милютина. Например, директор Апалинского рыбосавода товарищ Боршко открыл детские учреждения в период массового хода рыбы и не обеспечил их хорошими работниками, инвентарем, питанием. И неудивительно, что они работали плохо и женщины не участвовали в производстве, что отразилось на работе завода. Также нерадиво отнеслись к детским учреждениям директор Пынтинского рыбокомбината товарищ Ковтун и некоторые другие руководители предприятий. Закончился февраль. И мы переходим к чтению мартовских газет. Первый день марта 1937 года Камчатская правда. Посмотрим рекламу и объявления. Кинотеатр «Полярная звезда» с 27 февраля звуковой художественный фильм «Трое с одной улицы». Начало сеанса в 1 в 6, 2 в 8, 3 в 10 часов вечера. Трамп. Театр рабочей молодежи. Помещение дома Парт Проса. 1 марта коллектив «Трама» ставит французскую комедию в трех актах про Эдохи. Постановка режиссера Андрианова, художник Знаменской, музыкальное оформление Мефцер. Билеты продаются в вестибюле дома Парт Проса с 4 часов дня, начало в 8 часов вечера. И еще одно объявление. В доме Парт Проса с 23 февраля по 10 марта 1937 года открыта выставка на тему «Красная армия в изобразительном искусстве». Выставка открыта ежедневно с 12 часов дня до 5 часов вечера. Второй день марта, 1923 год. Газета «Полярная звезда» «Хроника». Нам сообщают, что 3 января в Сопошном районе в 90 верстах отселения Хайрюзова около хребтов обнаружены мертвыми в юрте 5 человек коряк. Кстати, обратим внимание. 2 марта, а информация шла месяц. Информация шла с 3 января. Коряк Ямчин убил из ружья свою жену, сестру, двух сыновей. Сам убийца пытался покончить с собой ножом, нанеся несколько ран в область головы, после чего еще принял стряхнину и скончался. Убийца, коряк Ямчин, отличался буйным и вспыльчивым характером и все время в разговорах говорил, что покончит с собой и всем семейством. Только поэтому и посчастливилось отсутствующим в это время в юрте еще двум его дочерям и племяннику остаться в живых. А то и их постигла бы та же участь. Предвол дремкома предполагает, что стряхнин был получен на японских рыбалках. Это 2 марта 1923 года. Газета «Полярная звезда» пишет, что с сегодняшнего дня при клубе имени третьего интернационала открывается библиотека «Читальня». Нам сообщают, что севернее селение Лесновской наблюдается падеж оленей укачующих. Причина глубокая снега. Ну и следующее, последнее. День сегодняшнего нашего выпуска это третий день третьего месяца 35-го года прошлого века. Заметка «Бесперебойно торговать солью». «В городе нет соли», пишет не указавший свое имя автор. «В магазинах гор-интеграл союза уже давно не продают соль. Лишь немного соли имеют магазины отдела снабжения и торговли АКОСНАПТОРГа. Весь запас соли, имеющийся на Петропавловской складской базе, равен 18 тоннам. Это все, чем располагает город и район. 18 тонн соли для города и района это слишком мало. Но о соли никто не думает. Соль имеется в Тарье, но ее трудно оттуда вывезти. Снабжение города солью еще не поставлено в порядок. Дня АКОСНАПТОРГа и гор-интеграл союза. В Тарью намечается отправить с лесом тральщик Блюхер. Нужно, чтобы тральщик обратно в город привез соль. Надо обязать АКОСНАПТОРГ и гор-интеграл союз, чтобы они вели бесперебойную торговлю этим продуктом первой необходимости. Но это не точно. 1935 год. Большевистская власть не способна была даже обеспечить население солью. Это был выпуск Камчатка день за днем. Мы читали старые газеты публикации с 25 февраля по 3 марта разных лет века минувшего. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится вместе со мной год за годом, день за днем наблюдать за жизнью Камчатки, пишите комментарии. А если вы здесь первый раз, то выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу экрана. Нажали? Молодцы! Эти рекомендации для того, чтобы вы не пропускали новые ролики. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова ح